Как мы вам и сказали, сейчас мы готовы поговорить о путешествиях непростых, потому что в течение двух лет настолько ситуация мировая нестабильная, что то ты летишь, то ты можешь лететь, то ты не можешь лететь, тем более, что сейчас нужно провакцинироваться, чтобы за границу, например, отправиться. А если вы хотите отправиться по России в путешествие на колесах, то вам нужно услышать наше интервью. Да, что такое путешествие на колесах? Это автомобиль своеобразный или прицеп к этому автомобилю, который полностью в мини-формате изображает, скажем так, твой дом. Там есть все необходимое для этого, и с нами на связи любитель путешествия в таком автодоме. Это Евгений Ошибков. Евгений Валерьевич, доброе утро. Кстати, Евгений Валерьевич из города Тюмень. Да, доброе утро. Доброе утро. Давайте расскажем о всех плюсах именно такого путешествия. Путешествие в доме на колесах – это вот прям всей семьей собраться и отправиться, не меняя своего привычного окружения. С одной стороны, удовольствие от путешествия по стране. Ты едешь за рулем, видишь дорогу, видишь вокруг деревья, города, красивые места. А с другой стороны, остановился, прошел метр, и ты уже дома. Тут привычная обстановка. Кухня, можно покушать, полежать, отдохнуть. Вот все здесь, тут же дети, все общение. Семьей всегда происходит очень удобно и прям здорово. Так, ну не везде же можно останавливаться. Не страшно ли в каком-то месте, где вообще безлюдно остановиться? Нет, не страшно. Я как бы человек, который верит в хорошее, доброе и совершенно не переживаю. Если рядом не стреляют, то почему бы не остановиться на берегу озера и не посмотреть. И что вы уже посетили, например, за этот год? Ну вы наверняка не только летом путешествуете. Ну, этим летом мы путешествовали на Алтай, были в Горном Алтае, были в Степном Алтае, озеро Яровое, прекрасное соленое озеро, в котором можно прямо вот лежать, не шевеляя руками и ногами, как на картинках с Мертвого моря Израиля. Очень интересное место. Вот в этим летом больше никуда не удалось поехать пока. А ну ваш автомобиль, сейчас быстренько спрошу, это же ваш автомобиль, да, на картиночках, на видео? Ой, у вас столько машин мелькает, что да, есть и похожие машины, как у меня. А вот скажите, вот допустим, чтобы приобрести дом на колесах, вы же наверняка знаете, вы же наверняка его приобретали, вообще, насколько это дорого? И может быть даже гораздо дешевле было бы взять на прокат? Вообще, сдаются ли такие дома в аренду? Конечно, первым шагом должно быть взять на прокат, понять вообще, твое это или нет. То есть я взял в прокат такую машинку в 2009 году, мы с ним ездили на Алтай, потом брали в 2011 году, потом понял, что уже брать на прокат больше сил нет и уже купили себе свою машину, чтобы путешествовать постоянно, каждый год. То есть у вас опыт такой большой. Скажите, а трудности какие-то бывают в дороге? Например, что-то сломалось или чего-то не хватает, например? Как вы справляетесь с этим? Ну, что-то сломалось, есть руки, есть люди, есть сервисы, всегда вопрос решается, была проблема, решить ее можно. Что-то не хватает. Ну, какие-то курьезные были у вас ситуации, потому что вы рассказываете, что у вас аж с 2010 года опыт. Курьезные? Ну, кроме как где-то застрять и либо копать, либо искать трактор, а больше ничего более курьезного не было. Ну, а вот скажите, допустим, что удобнее, вы наверняка тоже знаете, это прям вот автомобиль, когда он полностью дом или когда есть прицеп, который выполняет функции дома твоего? Лично для меня гораздо удобнее дом, который прям с рулем и с двигателем. Вот это единый объем, единое пространство, когда там пассажир, который едет рядом со мной, может там поменяться, кто-то шел в салон, кто-то пошел там, грубо говоря, в холодильнике что-то взять. Вот, а когда это у тебя прицеп, то все едут в легковушке, все сидят, чиноблагородно пристегнутые, особо не расслабиться в прицепе, только ночевать. Ну, из плюсов прицепа могу сказать, что, допустим, можно прицеп где-то ставить в кемпинге, сесть на легковушку и поехать там, скажем так, на реке быстро куда-нибудь там, в музей, в магазин, еще что-то. У нас в России структуры маловато, только юг, Черное море, Крым, и поэтому все свое вожу с собой, мне нравится больше. Евгений Валерьевич, ну а все-таки в сравнении взять, если стоимость вашей поездки, как вы отправляетесь в путешествие, и стоимость просто купить билет на самолет, отправиться куда-то в туристическую местность и там провести свой отпуск, что дешевле, что выгоднее? Ну, вопрос такой, очень философский, скорее, с точки зрения удобства, допустим, если едешь на юг, чтобы просто полежать на пляже две недели, конечно, лучше самолет, отель. Больше места простора, больше там размер душа, больше кухни, удобнее. То есть, если я еду загорать, я лечу в Турцию там или, не знаю, на Черное море, если я еду именно путешествовать, когда я могу каждый день видеть что-то новое, менять стоянки, и объехать весь Крым, допустим, посмотреть разные пляжи, то, конечно, это дом на колесах. Это более... Ну, действительно, если, допустим, взять, допустим, какой-нибудь курортный город, там же очень много всегда туристических поездок, и они стоят, на самом деле, недешево. А если есть свой автомобиль, то почему бы самому не съездить? Ну, тоже момент спорный, потому что, когда я еду за рулем и хочу сам все посмотреть, я должен перед этим изучить путеводители, что-то знать, что посмотреть, что рассказать своей семье. А если я купил тур, у меня уже тут меня везут, рассказывают, вы из этой стороны, я узнаю, наверное, больше, если куплю организованный тур. А просто мне, как по ему характеру, по моей семье больше нравится именно такое замкнутое пространство, свой мир. Там, да, мы остановились, пообщались с кем-то на стоянке, с другими караванерами, потом поехали дальше, в следующую локацию, скажем так, там что-то посмотреть новое, насладиться. Смотрите, а вот вы говорите, свой мир, такое замкнутое пространство, а не проще тогда на диване посмотреть телевизор? Ну, вы с ума сошли, как, может быть, сравнивать путешествия по стране и диван? Ну, тоже замкнутый мир. Евгений Валерьевич, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то, знаете, такое вот слово, когда вы встречаетесь с таким же путешественником, и вы что-то говорите, там, доброго пути или что-нибудь такое, пожелайте нам тоже сегодня это. Хорошая дорога, так бы сказать. Отлично, спасибо, и вам тоже хорошей дороги, ваши будущие путешествия. Напомним, с нами на связи был Евгений Ошибков, любитель путешествий в доме на колесах, и мы только что связывались с Тюменью. Ну, это действительно очень романтично, когда ты едешь, у тебя есть возможность в любом месте остановиться, там, где ты хочешь, ну, конечно, там, где это разрешено, правило дорожного движения, давайте не будем об этом тоже забывать. Ну, а сейчас мы предлагаем отправиться на Бажовские места, посетить действительно уникальные и красивые места нашего края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!